Приветствую вас, и вы описываете довольно серьезную ситуацию у своего ребенка, говоря о том, что, в общем-то, очень агрессивно ведет себя он, но при этом описывая определенные симптомы, которые у него вполне могли быть, значит, в результате некого заболевания, связанного с тем, что ваши роли проходили не очень хорошо, и по этой причине я думаю, что не стоит вам стыдиться, реально следиться за его поведение, потому что если у человека нет различий между взрослым и ребенком, да, то есть нет субординации и прочего, то я думаю, что здесь что-то такая, что ребенок ведет себя агрессивно именно по той причине, что просто, может быть, не знает, как себя правильно вести, не умеет себя правильно вести и не имеет ресурсов для того, чтобы правильно себя вести. Вместе с тем, я думаю, что его агрессия связана с попыткой, значит, реализовать свою собственную значимость, вот, то есть ребенок именно только через агрессию пытается привлечь к себе внимание, вот, значит, только через агрессию и ребенок пытается доказать, что ребенок пытается доказать, что он 11-11, и связанное это, конечно, с тем, что у него есть стойкое ощущение, что его не понимают, вот. его не понимают, и из-за этого у него возникает чувство отчерденности, которое он пытается преодолеть через, значит, агрессию. В этой ситуации надо передвести себя спокойно, убедиться в соответствующем развитии ребенка, убедиться, что у него нет задержки психоречивого развития, потому что, если задержка подобного рода есть, то, соответственно, требуется специальное мероприятие для того, чтобы эту задержку устранить. То есть, по сути дела, речь идет о разности в развитии его и, например, своих цветников, а может быть, даже и тех, кто младше, вот. То есть, для начала я бы вам рекомендовал медицинское обследование, ну, как вы, наверное, это сами знаете, вот, просто более, может быть, так скажем, более превентивно, да, более превентивно для того, чтобы понять, что же все-таки с ребенком происходит. Ну, и основная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что у вас есть, значит, второй ребенок, если я правильно понял, и именно вот этот вот второй ребенок, он вызывает ревность, чувство ревности вызывает у вашего сына. И именно по этой причине, опять же, вот как мне видится данная ситуация, именно по этой причине у него возникает агрессия, то есть ревность. И вам в этой ситуации я бы рекомендовал вести себя по возможности вот максимально корректно с ним. То есть, что значит корректно с ним? По возможности максимально корректно с ним это означает, чтобы вы не делаете каких-либо различий, например, между ним и своим другим ребенком. Очень важно, чтобы не было различий, чтобы он не чувствовал различия между вами, между собой и другим ребенком. Если он это чувствует, то нет ничего удивительного, конечно, в том, что у него идет агрессия. В данном случае я думаю, что агрессия это вполне нормальная реакция. То есть, момент здесь именно в его непонимании окружающего мира, в непонимании, может быть, ваших намерений того, чего вы, например, хотите сами. С этим вот нужно разбираться. Ну а так, ребенку не нужно пока никакие препараты давать. Я бы порекомендовал вам пока что просто показать ребенку детскому психологу для того, чтобы он уже сам очно с ним поработал и увидел бы, какие у него проблемы. И, соответственно, исходя из этого, отдал бы вам рекомендации. Также следует помнить, или лучше сказать, следует напомнить, что дети часто копируют модель поведения. И если ваш ребенок ведет себя в страх, значит, где-то эту модель поведения он подсмотрел. Вопрос в том, у кого подсмотрел. Соответственно, нужно говорить о том, что есть ли у него образец для подражания. То есть, если у него эталон в понедельник, который он может перенимать на свой так называемый счет, который он может использовать для себя. И если такой эталон есть, то с ним, безусловно, также нужно работать. И с ним, безусловно, также нужно разбираться. То есть, например, почему у вашей семьи используется такая модель поведения. И, соответственно, по поводу чего, есть ли у вас в семье проблемы и так далее. Но агрессия, это, как правило, всегда страх. Страх остаться незамеченным у ребенка, я имею ввиду. Агрессия, это всегда недостаточное внимание ему с вашей стороны. Поэтому я думаю, что это отчасти связано с особенностями его развития. Отчасти связано с тем, что он ревнует к младшему ребенку. И отчасти это связано именно тем, что он где-то посмотрел эту модель поведения, и теперь ее не особенно может быть использованы. И наказание это, конечно, вам решать, использовать или нет. Но я думаю, что для эффекта ребенку нужно не наказывать, как в прямом смысле слова, а лучше показывать ему своим поведением, да, что вы не одобряете, что вы как бы отдаляетесь от него. Это куда более, ну, куда более глубинное такое вот проявление. Куда более глубинным проявлением является негативные реакции. Вот. И так далее. То есть, ТОЦа заключается именно в этом. Но если ребенок не понимает вот этой вот субординации, не различает, где где взрослый, где ребенок, где чешой, где свой, то это, к сожалению, нарушение развития. И вот его нужно исправлять в первую очередь, без него все остальное будет недостаточно без этого аспекта. На этом все. Надеюсь, что помог вам. если какие-то вопросы остались, пишите в личную помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Редактор субординария Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...